Привет, друзья! Меня зовут Шоки. Сегодня я не просто так стою с Моу и с Джерри, а все потому, что мы сегодня записываем ролик про катил на М5. В общем, как вы знаете, я недавно приобрел эту машинку и мне хотелось бы посмотреть на реакцию проигроков на, получается, ее, на ее скорость. Возможно, для них это будет максимально низкая скорость, мало эмоций, ну а возможно, для них это будет просто эффектом вау. Будет очень интересно посмотреть. Скажу сразу, что она на стоке, 625 сил и едет до сотки 3.0 секунды. 3.05, вот у меня был рекорд такой. Сейчас мы стоим с Моу и Джерри, но в этом ролике будет еще и Нила, и Саймон, будет Джейми из Virtus.pro и будет Аункери из Na'Vi Junior. 5 проигроков и М5. Вау, я не ожидал, так получилось. Ну что ж, приятного просмотра, ну а сейчас реклама Сабишока, я вам объясню, что такое Сабишок. Погнали! Если ты хочешь стать лучше в CSGO, но не знаешь, как это сделать, а многие не понимают, вообще даже не понимают, что такое ДС-матч. Друзья, я вам всем советую, всем советую зайти на Сабишок. Ты можешь постреляться на ДС-матч, сыграть клатчи на ретейке, порофрить и поиграть в маньяк, поиграть в джел, посерфить, побхопить, подысранить, почитерить, пообщаться. Да вообще тут можно все сделать. И самое главное, это все делается очень просто. Тебе хочется поиграть на ретейке и на карте Мираж? Не вопрос. Нажимаешь на ретейк, выбираешь карту и выбираешь свободный сервер. Ретейк 11, присоединится. Нажимаю на треугольник. И все, мы подключаемся и играем. И самое главное, ты не просто так играешь. Статистика записывается в твой профиль и тут много информации, поверь. А самое главное, тут пишется то, что ты вывел с Абершока. Да, это наши скины. Мы дарим скины людям, которые покупают у нас премиум. Покупая премиум, у тебя есть шанс выбить скин. Мы не всем даем эти скины. Не покупай премиум из-за этого гребаного скина, пожалуйста. Это просто как бонус. Скинченджер. Покупая премиум, у тебя есть возможность поменять любой скин, который видят все игроки на сервере. И он сохраняется на всех серверах. А у нас их уже около 600. Ну а также у тебя пропадает реклама. Ты можешь участвовать в турнирах. Кстати, насчет турниров. Если что, мы разыгрываем около 80 тысяч рублей в месяц, которые ты можешь заработать просто делая киллы. К примеру, в июле Чедлик заработал 15 тысяч монет и сделал 132 тысячи киллов. Это очень много. Это рекорд у нас. Но самое главное, есть магазин, где ты можешь забрать то, что ты хочешь. Ты заработал твои деньги. Выбираешь девайсы с доставкой по миру. Выбираешь скин, он приходит тебе через несколько минут. Все очень легко и просто. И самое главное, это только начало. Поэтому, дружище, вступай к нам. Играй на Соби-шоке. Я тебя очень сильно жду, потому что мы делаем что-то большее, чем просто сервера. Джейм. Джами Али. 21 год. Играет в команде Virtus.pro. В народе называют этого игрока Иисусом. Ну и сейчас будет у нас Джейм. Джейм, здорово. Здравствуйте. Питер. Давай сразу вопрос. Почему Питер? Потому что тут хороший пинг. И, в принципе, хороший город. Хорошо. Мы невезапно интегрировали в этот ролик, конечно, не за шмот. Поэтому, давай, расскажи, сколько стоит тостовка, джинсы и кроссовки. Худи. Офайт. Подарил мне Адрен. После Еленск мы у нас были, выбирали подарок в Суме. В Москве, тогда был Бласт Москву. И мы с ним как бы забились. Если мы выиграем этот Бласт, мы уже с 0.2 начинали. То он мне купит. Вот, и он купил мне. Штаны H&M. Сколько стоят? Ну, суперстандартные. Там, в принципе, одинаковые цены. Носки оттуда же. Скорее всего, может, другой магазин. И изи-бутсы. Я не знаю, сколько они стоят. Но, может, 500 долларов. Вот так, в таком районе. Хорошо. Ты вообще катался на машинах быстро? Ну, что значит быстро? Ну, 3 секунды суток. Нет. А какая самая быстрая машина была твоя? Ну, я не знаю. На самом деле, не такая же быстрая. Ну, может, в такси каком-то какая-то тачка была быстрая. Но я не знаю, не разбирать. Хорошо. Как тебе вообще по дизайну она? Ну, прикольная. Но она выглядит не быстро. Но она выглядит... Обычно выглядит обычно. Да, не, обычно выглядят всякие джипы, не знаю. Вот справа обычная. Но это, блин, не знаю, наверное. Ну, не спорткар, но до спорткара что-то есть. Вот это оно, наверное. Ладно, тогда давай просыпать. Давайте. Сейчас мы тебя прокатим. Погналим. Так. Едем сейчас назад. Сейчас налево. Как тебе скорость? Впечатляющая скорость. Хорошая машина. Потрясающе. Мы в городе, поэтому я не буду нарушать скоростной режим. 110 это можно. Это была последняя игра в WorldSpro. Ну, где-то 1 июля, июнь, конец июня. А что такие паузы большие? Потому что отдых у всех команд, как отпуск летний. А сейчас нет турниров, и у нас замена. Ну, не замена, как бы. И нам надо тренироваться. Новый карт. Ну, а все, готов? Да, готов. Погнали. Ты на аттракционе сейчас? Как, да? Такие? Да нет никаких чувств. Ну, я, кстати, в самолетах очень часто такое испытываю, поэтому... Ну, там постоянно взлет же такое... Ну, жестко. Ну, в самолетах-то типа так же. А до скольки она до сотни? Три секунды. Тот... 3.05. А до 200? До 200? 0.100 или 100-200? От 100 до 200. 7,3. Ну, ламборгини, 5. А ламборгини, 6. Около к шести. 5,4, 5,5. Ну, это ламборгини, конечно. Я смотрел обзор, и... Я хотел ламборгини, но если мы тачка, то почему надо ламборгини, а потом поставил обзор, и как-то там неудобно все, и... Не, она неудобно, да, но она же... Ну, ее уже не берут как-то из моих машин. Ну, так, пофоткаться, и все. И пусть стоит. Да, это чисто рофеная тачка, покататься на другую. Да, и поэтому все, я больше тачки не хочу, никакие. Я предпочит иметь знакомых, с которыми можно послушать мою музыку, потому что он же всегда слушает музыку, и он к нему, в принципе, надоедает. А я если еду с кем-то, то, в принципе, ну, им не впаду мою музыку включить, я включаю, и все. А, в принципе, для другого мне машина не нужна передвигаться. Ну, как, мне не надо передвигаться. Нилан, или же Санжар. Ему всего лишь 20 лет, но он уже был на мажоре. Да, он был на мажоре за команду Саймон. Но этот парень добился много чего за свои 20 годиков. И самое главное, он уже в изиках. Нилан, привет. Вообще, впервые встретились с тобой. Кстати, впервые сегодня встретились. Видишь, М5 заближает людей. Расскажи за свой шмот, давай, рассказывай. Мотник. Так, ну, это кофта Adidas. Не знаю, сколько стоит. Где-то 80 долларов. Эта кофта стоит, не знаю, от дизайнера какого-то питерского. Лампас. Лампас. Тысяч пять рублей. Штаны Pullbeer. Тысяча две, наверное, не знаю. И языки. Не знаю, подарили. Подарили? Да. Ну, они стоят. Ну, а сейчас 46 стоит, а так 16. Ну, ладно, давай я 16 возьмем. Такие вот дела. Пример, как с GMZ. Плюс-минус. Ну, что ж, полетели. Нилан. Что это такое? Что за ник? Что это такое? Нилан? Ага. Ну, на самом деле, это просто. Я уверен, что... Такой тупой вопрос, согласись. Да, это вообще... Ты можешь вообще спрашивать, как ты придумал ник? На самом деле, нет. Это весит уже. На самом деле, у многих там ники придуманы какими-то там имя, фамилия, что-то такое. У меня вообще, мой первый ник был этот Nemo из-за мультика по поисках Nemo. У тебя был Nemo-ник? Да. У меня был Nemo-ник в 1.6. Да ладно. Да. Я любил этот мультик. У меня был Nemo-ник. А потом я узнал, что... Есть игрок такой, польский. Neo. Ага. И потом такой я хотел, типа, не. И, типа, еще ударил по клаве, не он. А потом уже менять как-то не хотелось, потому что все знали меня под этим ником. Ой, ужасно. Это имба. Ребята, имба. Она очень эмоциональная, просто я не эмоциональный. Ладно, я буду... Я думаю, у Лункеров будет самый такой жесткий по реакции. Что, ты готов? Я готов. Да? Я готов. Поехали. Все готовы? Ну, что взяться за что-нибудь. Да, нормально. Ты будешь считать? Как звездка? Эрик, я был сейчас в сантиметре от того, чтобы стабилизатором съехал в лицо. Дааа. Со всей скоростью. Да, я вот, смотри, вот тут его удержал. То есть, он полетел вот так. Как это было? Даа, надеюсь. Короче, рассказывай, как тебе вообще тачка? Ну, М5 еще М2 на самом деле. Но, типа, она реально эмоциональная и орет жестко. Если ты поставишь еще этот... То, что ты хочешь, дорогой нас в Германии. Мне кажется, это вообще будет очень жестко. А ты будешь купить машину? Не думаю сейчас. Возможно, позже. Но, типа, зачем мне машина? Я все равно не катаюсь. Плюс, типа, я же не нахожусь на одном месте прям долго. Может, если я выберу какое-то место, где останусь подолго. Возможно, куплю. А Ункере, или же Евгений Корят. 19 лет, команда Navi Junior. Женя почти каждый день стримит на Твиче, где его смотрят около тысячи человек. А Ункере, привет. Привет. Привет всем. Третий раз актерская игра, как будто первую встретить. Это вторая встреча с тобой. Я в первый раз была у меня дома. Когда ты мне помогал играть в официалку. У него выкачали свет, и я его приютил поиграть, но, к сожалению, вы поиграли. Ты спас меня. Мы играли против Испада и Хейдинга. Да, против Хейдинга, именно. Это интересная игра. В этой рубрике я всех спросил за шмот, так что поясняй, что у тебя. На мне кроссовки от Navi, когда мы были в Киеве, они нам подогнали кроссовки, Адидасы. Штаны от Navi, которые тоже подогнали. Футболка. А цены? Она. Я не помню, потому что это... Подожди, у тебя все от Navi? Ну, вот это мне подарили Navi на летнем кемпе в Киеве. Ну, это же Адидас. Да, это Адидас. Я не знаю, ну, баксов 100, может, стоит. Хорошо. Вот эти штаны и футболка все от Navi. Тоже не знаю, сколько стоят. Я заказывал их с сайта, они нам разрешили бесплатно заказать. Вот. Ну, это чендем, обычная кофта. То же самое, я не знаю. Я ничего супер не одевал. Не, ну, получается, короче, ты живешь на Миршинави. Кстати, а сколько стоит у тебя футболка? Футболка? По-моему, 50 евро, если я не помню. Около 50 евро. Я не помню, может быть меньше, может больше. Короче, весь твой... А этот сумочка? Сумочка, ну, тысяча девять-десять, наверное. А какой у тебя самый дорогой шмот? Самый дорогой шмот? Я не знаю. Ну, у меня рубашки, футболки какие-то от Томми, наверное. Томми? Ладно, погнали, короче. Фух. Чек, как дела? У меня все супер. Час назад только тренировка завершилась. И как успехи? Ну, мы пока тренемся. После того, как заняли второе место на Мальте на поселение. Выиграли 10 тысяч долларов, проиграли Гамбитом в финале. Ты уже получил бабки? Нет. Там они от всех турниров идут примерно месяц, два, три. Здесь масса зависит от турнира. А сколько, на что ты потратишь? А, призовые я вообще не трачу. То есть, я особо денег много не трачу. А, ну, а на что потратишь? А где-нибудь будешь? А, те, которые придут, да, я их отложу, наверное. На квартиру? Да. В Питере будешь, да, брать? Да, я хочу однушку в Питере. Для начала. Либо двушку. В Асике, либо ближе к аэропорту, не знаю. Или буду сходить где-то в городе, где будут парки, потому что, когда ты выходишь... Когда ты выходишь из дома, хочется погулять где-то, и мне нравятся парки, музей. То есть, вот я снимаю квартиру тут, тут два или три парка есть, торговый центр, и это все, что нужно. Ну, это было круто. Да? Да. А за сколько мы разогнались? Мы? Да. А то... Слушай, у нас... Не, мы ехали 90. 90? Да, все нормально. За три секунды. Слушай, да, ну и что здесь в три секунды? 103 секунды? Я помню только... Ну, это три секунды. 103 секунды. Это при условии, что ты выходила, а у пущей. Мне аж прижало к сиденью. Ну, это как? Правда, я давно такого не испыну. Я аж с из-за ручки пытался. Я получаю удовольствие. Да? Да. Да. Я не знаю, мне нравится. Я не знаю. Мне описать словами чувства. Тебе становится немного страшно. Но в то же время у тебя улыбка. Скажи свое мнение. Мне очень понравилось. Я не знаю, я говорю, я не могу описать это чувство, когда ты начинаешь разгоняться, у меня в организме, знаешь, что-то происходит. Я не знаю. Больше всего ощущения в ногах, когда тебя прислоняет кресло. Мне кажется, это потому, что я никогда так особо не катался. Мне интересно. Смотри, какая классная функция здесь есть. Какие? Можно построить машину в 3D. Сейчас. Это как 3D-камера какая-то? Да. Вот, смотри. Там над машиной маленький дрон слетает. Да, там дрон сейчас слетает. Ого. Я никогда так помню не видел. Слышь, дрон? Нет. Вы все... Да? 3D-камера какой, блядь, дрон? Я в это поверил. Поверил? Я на секунду поверил. Я думаю, блядь, какой нахер дрон из вышка. Я на секунду в это поверил. Джерри или же Андрей Михряков. 20-го года, команда Force. Он капитан команды, которая занимает 28-е место по миру. Так, это следующий день. Мы записываем этот ролик уже очень долго. Джерри, привет. Привет. Так, сейчас постоянно наша рубрика в этой рубрике. Это поясник за шмот. О, да. Ну что, с чего начать? Кроссовки. Адидас. Не знаю название, честно говорю. Не знаю. Стоили 9 тысяч. Служат очень долго. Уже, наверное, года 2 почти. Поэтому иногда переплачивать чуть-чуть. Это полезно. Потому что, особенно когда ты живешь в Девяткино, мы сейчас тут находимся, то тут леса, поля, всякая такая дичь. И очень тяжело. Потом носки. Ну это, понятно, просто носки. Штаны. Вот такие вот красивые. Off-White. Честно скажу, брал по дешевке. Опять же, по скидке. 10 тысяч. А сколько без скидки? Я скажу, наверное, порядка 20 и так далее. Но я никогда не трачу так много денег на одежду. Просто у меня есть знакомые, которые так, ну, любят одежду. Вообще такой стиль весь. И они меня научили. Я так-то вообще не модный. Я уже все-таки в Девяткино живу. Ну, в чем будет? Так вот. Получается, тоже им уже 2 года. Вроде еще выглядит сносным. Тут дырка где-то есть. Вот тут вот, по-моему, такая маленькая. Ну, это нормально. Короче, потом рубаха. Рубаха обычная. Я ее брал в фамилии. Это такой магазин, где уцененные, типа, тоже вещи. По-моему, стоила она 2000 или что-то наподобие. Вот. Но она очень теплая. Вот флисовая, вот потрогай. Вообще приятная сама по себе на ощупь. Да, приятная. Сколько она стоила? 2,503. Ну, не дороже. И в этой же фамилии вот куртка, лакост. Она стоила 7 тысяч тоже вместо 14. Короче, одеваюсь я по скидкам, как настоящий, да, человек. Простой, без всяких излишеств. Вот, поэтому, ну, часы я с собой не брал, поэтому пояснять не буду. Работаем. Я удивился. Удивился? Да, я очень удивился. Ты не ожидал, что она выедет? Я не ожидал, что она такую скорость может. Вот эта собака, это забей. Меня аж назад втапливает. Как на этом, как на самолете, понял? Да, да. Уже второй, кто так сказал. Кто был первый? Джейм? Да, Джейм. Джейм был. В общем, 3,222. Нет, нет. 3,222 это... Когда последний раз сделал? Да никогда не доводилось. Были предложения с Китая. Кстати, вот в Китае, мне кажется, больше всего. Не, на самом деле, больше всего 3,222, мне кажется. Из тех, кто делает, это, короче, Австралия, Китай и Болгария. Мне кажется, это топ-3 стран, которые реально делают 3,222. Все остальные сомневаются. Понравилось? Да. Да? Рустем. Или же Моу, или же просто Рус. 28 лет, игрок команды Саймон. И, внимание, чемпион мажора CSGO. Он играл в команде Гамбит вместе с Зевсом, Досей, Адреном и Хоббитом. Так, ну а сейчас мы с Моу, и это подарочек. Подарочек от Моу, спасибо большое. Стоит. Казахстанский шоколад. Это все потому, что завтра день рождения, я забыл. А, через час, через полтора часа. Спасибо ВКонтакте. Если что, у нас постоянная рубрика продолжается. И эта рубрика поясни за шмот. Но самое забавное, что я вижу, что это казахский стиль какой-то. Досмот? Да, потому что у Нилана тоже лампас, тоже изики. Так это я ему подсказал. А, да, да, все, 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 да, да. Так, скажи, сколько все стоит. Досмот? Да. Ну, я думаю, как и Нилан отвечал по поводу лампаса. И что-то в районе 100 долларов. У меня 100 долларов брали. Нет, подарок. Нет, у него футболка. А, у него футболка? А, у меня копта. В районе что-то такое. Ну, 100 долларов плюс-минус. А что еще? Джинсы обычные, не знаю, Zara, что-то такое. Долларов 50, наверное. Так, вот это. В районе там 700 долларов. Все, касса, я оплачиваю. Все окей. Все оплатил. Мне дают счет, получается. Я закрываю, да. Смотрю чек, закрываю. Все нормально. И мне приходят уведомления на телефон-то, что я потратил 1900 долларов. 1900. Я такой, смотрю, что-то не то. И потом у меня подхожу кассиру снова, спрашиваю, так, сколько они еще раз? Она говорит, 1700 плюс такси 1900. Я говорю, окей. Все. Да. И после этой игры мы еще не вышли в плей-офф. У нас следующий день была игра, мы выиграли Na'Vi, проиграли Malzam, и у нас снова игра была в Na'Vi. И я пришел, пацан, говорю, пацаны, я сделал обновку. Я купил все Изи почти за 2000 долларов. Я так лоханулся, что мы должны обыгрывать Na'Vi, выходить в плей-офф и примерно там плюс-минус, да, купать. И в итоге мы выиграли и окупили все Изи. Рустам. 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 Можно просто Рустам. Чтобы не париться. Я уже привык. Рустам. Да. Да. Я так, конечно, приезжаю. Ты дофиг катался? То есть я очень хочу в Москву приехать, чтобы его покатать. Давай. Три, два. За задним как-то. За задним как-то. За задним как-то. Да. Слушай, крутая штука. Нравится? Да, подашь. Ты Доси точно не катал? То есть я не катал, а я не... У меня не было машины. А, не было машины. Мне кажется, если ты Доси так прокатишь, точнее вот так газу дашь... Точнее просто мотру. Нет, нет, нет. У тебя просто руль заберут. Да? Ты просто сядешь за руль твой. Надо его не катать, надо ему давать машину просто отдавать, и он сам тебе снимет контент. Да, слушай, мне кажется, вот с ним отдельный ролик пойдет прям. Слушайте, пацаны, я не знаю, сколько этот ролик соберет, но если он соберет реально много лайков, я поеду на ней в Москву специально, чтобы заснять, как катается Доси на этом машине. Нет, это будет сто этого пацана. Давайте, вот если 50 тысяч лайков будет, если под этим роликом будет 50 тысяч лайков, то я поеду в Москву на этой машине и запишу с ним эту реакцию отдельным роликом. Поэтому, чуваки, все в ваших руках. Я думаю, что это стоит того. Я вам, пацаны, 100% говорю, что это будет стоить того. Редактор субтитров А.Семкин